Оренбург Сегодняшние игры комментируют Алексей Ганак и Алексей Руднев Идет представление команд, игроков А я вам представлю судей Напоминаю, что инспектор матчей Чижов Сергей Владимирович Мастер спорта международного класса, федерация волейбола всесоюзная Главный судья Бурилин Александр Константинович Москва, международная категория Первый судья Бондаренко Михаил Москва, всероссийская категория Второй судья Нестеренко Кирилл Москва, международная категория И секретарь Удовиченко Елена Валентиновна Оренбург Команда «Нефтяник» «Город Оренбург» Номер пять – «Мальфер спорта» Андрей Араньев Номер семь – Нигитара Кузно Номер восемь – «Мальфер спорта» Андрей Араньев Команды находятся, соответственно, «Белогорье» на третьем месте «Нефтяник» на четвертом месте «Нефтяник» потерпел дважды поражение «Белогорье» один раз одержала победу со счетом 3-2 на «Газпром» Югрое Третий день, команды играют Борются за каждый мяч Усталость уже чувствуется, но тем не менее Никто не хочет уступать Бьются Как будто начало сезона Поэтому игра обещает быть интересной «Белогорье» на этом туре играет молодежи своей Молодые пасующие Два Единственные, кто с ними продолжает играть первым темпом – это Самоленко Алексей И обычно играет Червяков Сергей Вот они оба на площадке Подает Павел Тетюхин Восьмой номер Команда готова Счет 0-0 Судья дает Свисток на подачу Есть прием Вчера Пурин Максим не играл А сейчас приносит первое очко Команде «Нефтяник» Но он получил небольшую травму Будем надеяться, что ничего серьезного Команде «Нефтяник» Второй блок, тем не менее, попадает в угол пятой зоны Плюс еще касание сетки Да, это Кузнецов отыграл его Поднимает от Пурина Но Сиденко Егор не может пройти двойной блок Смог пройти Офтяник ведет Попадает Мороза Пытался перевести по линии Да Четко поставлен блок Перебрасывает Белогорье мяч Но не смогли «Нефтяники» организовать атаку По второму уже Белогорье выиграло мяч Сиденко Егор на подаче Хорошая подача Очень сильная подача Выбитый мяч Передача снизу И Пурин забивает на тройной блоке В середине площадки С задней линии Находит какую-то щелочку Очень сильно вчера его не хватало в игре Конечно же, на сегодняшний день Это лидер команды «Нефтяник» Хорошо заблокировал крайний первый темп А уже Сиденко с двойки не закрыли В шестую зону закрывать должны Блокировать Сейчас каким-то образом оставили Двойной блок Ловить не надо Надо ставить Ошибается на подаче Кузнецов Повторил, как показывают Да А на подачу выходит Павел Мороз 4-3 «Нефтяник» ведет И попадает в поле Эйс по линии Зона ответственности Тетюхина Павла Хороший прием, сильная подача Аут Аут Тетюхин ошибается Мяч улетел в аут Пытался 4 по 4 перевести Поднимает Белогоре И касание сетки Нефтяник Абидная ошибка В защите достают Вот предыдущую скидку Можно было, мне кажется, не возвращать А там Безобидная ситуация Задевает локтем То, что разворачивается И задевает локтем Для чего разворачивается Непонятно Павел Мороз За одни линии С быстрой передачи 7-4 После аккуратного приема Мяча Забивает Уседки у нас кранин Перил Центральный блокирующий Тоже молодой игрок Здесь Сиденко Егор Забивает мяч По линии переводит Очень Пурин много оставил линию Да, больше метр оставил Пуриному линию Чем и воспользовался Сиденко Казание блока Фиксируется Несмотря на то, что Максим ошибается Хороший подачек Ранено Не хуже ответ Сиденко Егора В нападении Между рук Но Сиденко Это лучший игрок На сегодняшний день Белогория Много атакует Диагональный А здесь Ананев Андрей Хорошим переводом По первой зоне Приносит очко А не в тяни Осипов на подачу Константин Хорошая подача Выбитый мяч Обидно Тройной блок А мяч отлетает В сторону Ваут Играет По рукам По концам бьет И мяч влетает Ваут В сторону К зрителям А здесь Мороз С одним блоком Через Кузнецова Встретились Два Диагональных И В данном случае Мороз Оказался Победителем 10-7 Пурин Ваут Задумка была хорошая Но вот Исполнение Подкачало Так Если бы Положил туда мяч Не попал Чуть по мячу Не попал По мячу Перекрутил Два очка Пока разрыв держится Уже Мехтянника Сейчас он может измениться При подаче С Эденко Такое впечатление Что некуда было Бить Павлу Морозу Перекрутил Слишком Уже площадка Кончилась Как он хотел Попасть в линию Передача Неудобная Из-за площадки Может быть Хотел блок-аут Сыграть Да Скорее всего Так оно и было Но не попал По рукам Пока обе команды Допускают ошибки На подаче Ананев, Андрей На подаче 11-9 По три раза Команда ошиблась Только на подаче На подаче Кузнецов Иван Далеко Ваут Либера Утиллагорье Моторыгин Неплохо принимает И играет Кирилл Вот видим Доводку Прямо на голову Практически И После хорошей передачи Сидлинка Егор Забивает С двойки Вперед 12-12, разрыв ликвидировали Белогория, счет равный. И еще одну очку приносит Самуленко, эйс по задней линии, мяч опускается в площадку. 13-12, повела команда Белогория в город Белгород. Короче, на подаче, Самуленко справляется, Йосипов скидочку оформляет. Тетюхин бросил своего игрока, не ожидал. От Тетюхина мяч улетает в сторону. Не достает Абрамовича все вот этот мяч. Эйс от Никиты Кухно. Скатывает и второй раз неудачный прием. Но Тетюхин нападает, без блока его оставили. Закрывает Мороза, а вот Пурина уже закрыть не смогли. До игровочного мяча, не стал пасовать. 15-13. Мяч высоко взлетел, и Пурина весь воспользовался. Первый перерыв команды Белогория при счете 13-15. На счет не сказать, что такой прям критический, но тем не менее, тренер Белогория недоволен игрой своих подчиненных, подопечных, делает замечания. Ну, наверное, что допускает много ошибок на приеме. Еще одна подача Никиты Кухно. 15-13. Не стал рисковать. Хорошая игра в защите Никиты. И атакует он. Мяч улетает далеко. Белогородцы доставят, перекидывают на сторону Нефтяника. И первым темпом атакует. Закрывается. Закрывается. Но его закрыли. Угадали направление атаки. А здесь очень красивая скидочка от Пурина Максима. Вот он, герой наш. Просто уложил мяч очень аккуратно. Не смог Павел Цетюхин дотянуться, достать этот мяч. В мертвую зону его положил. Кранин Кирилл. Хорошая подача у него. Не стал бить Павел. Мяч перелетает опять на сторону Нефтяника. Передача в 4. И мяч от блока падает. Не страхует, да. Падает в линию. В спорный момент. И посчитали, что упадет в аут. Мяч падал высоко. А он прям в линию упал. Нет подстраховки за игроком. Сильная подача от Цетюхин. Мяч переходит на сторону. Ну, здесь ошибка. Белогорье и от Белогорье обратно летит. Доводка, доводка. Нету доводки. Мяч падал в подолка. Это ошибся. Молодой игрок 2005 года. Бурлаков Денис ошибся. Перебросил мяч на сторону Нефтяника. Подарил очко. И воспользовался Андреев. Здесь такие ошибки не прощают. Пишем ошибку на молодость, на волнение. Не часто игроки в 16 лет играют в Суперлиге. А Самойленко здорово расправляется с первым темпом Нефтяника. Хотя и не по месту, но по направлению угадал. Вот на повторе нам показывали. По ходу, как шел, она нефтака нападал. А Самойленко стоял в метре от него. Но поднял руки и... Большой мастер Самойленко. Мороз отыгрывает по линии. Хорошая передача. По высоте для Мороза. Выкрутил кистевым ударом. 18-17. Нефтяник ведет. И очко от Пурина Максима. Не справляется. Маталья Кирилл. Тоже молодой игрок 2003 года. 18 лет всего. Сейчас справляется с приемом. Закрывает Сиденко. И вторую передачу Сиденко. И вторую передачу Сиденко. Фиксирует Сиденко. Ну, здесь это может определить только Судья. Поэтому не просмотреть, не оспорить решение Судья нельзя. Была там ошибка или не была. Ну, здесь, конечно, игроки могут иметь свое мнение по данному поводу. Но окончательное решение за Судьей. За его квалификации. Ну, нет. Потому что здесь все-таки в движении было. Мяч далеко улетал за площадку. Догонял этот Матарыгин этот мяч. Тем более Либера, Либера, Либера пасовал. Поэтому Сидья и на такое решение. И выбитый прием. Атаки сильный не будет. Сыграли в защите нефтяники. И Никита. Пошел, пошел под скидку. Не сильным ударом, но попадает в Сутюхину. Попадает. А, нет. В Абрамовичеву. В Абрамовичеву. Он пошел под скидку. Вроде двойной блок забор. Но щелочку нашел. Удар не очень сильный был. Так что все будет в порядке. Подача. Аут. Принимался Денко, Егор. Что непривычно для диагонального. Ну это уже сбивает темп тренер. Да. Горе, потому что всем было видно, что мяч попал в антенну изначально. Но так как перерыв у него нет. Возможно касание сетки. Нет, перерыв он все уже использовал. Поэтому. Использует любую возможность. Костарев Александр. Заслуженный мастер спорта. Тренер. 22-17 приятный отрыв для нефтяника. 5 очков. Плюс 5. На подаче Пурин Максим. Сейчас не допускать ошибок своих технических. Использует. Здесь второй раз в аут. И Максим не попадает. Теряет подачу. Надо было подавать любую. Сиденко и Егор. Несильная подача. Прием аккуратный. И Мороз отыгрывается. На двойной блоке. Ну, не совсем он организованный. Потому что передача быстрая была. Тянулся Самоленко. И по его рукам мяч ушел в аут. 23-18. Ананев на подаче. А, даже это было на нефтяник. Ну, да. Самоленко. Протолкнул Самоленко между блоком и сеткой мяч. Не смогли обработать. Не перенесли. Под ручки засунул их. Есть над чем работать. Кирилл Укранина. Ну, ждал на высоте. А Самоленко вниз опустил мяч. Не до конца руки перенес. Кузнецов не подает. Счет становится 24-19. На подачу выходит Павел Мороз. Тут момент, когда можно рискнуть. У него может хорошая подача получиться. Счет позволяет. Ну, в линию не сильно. Но в линию, скажем так, целился Павел. Справились игроки Белогорье. И приняли хорошо, и атаку организовали. 20-24 Самоленко на подаче. Планер обычно подает. Справляется с приемом снизу. Никита и Кранин его забивает. Ставит точку в этой партии. 25-20 закончилась первая партия. В пользу команды «Нефтяник». Он был увеличенный «Нефтяник». Полиен поярд was. Полиен поярд discovered. Полиен поярд, полиен поярд. Полиен поярд. Яркие игровые моменты первой партии. Третий игровой день чувствуется в игроках, все равно усталость определенная физическая, технических ошибок много, особенно на подаче, тактических. Тем не менее, команды борются. Команды готовятся ко второй партии, запасные игроки разминаются, тренера дают установку. Мы ждем начала второй партии. Команды готовятся ко второй партии. Сейчас нам подготовят статистику первой партии. Теперь мы посмотрим, какая команда допустила меньше ошибок, на каких позициях. Звучит свисток, приглашает команду на площадку. Нефтяник Оренбург выходит в том же составе, что и в первой партии. Белогорье, насколько я вижу, тоже игроки первого состава первой партии. Ну и немного статистики. Лучшими игроками в первой партии у нефтяника был Мороз Павел, 6 очков, и Пурин Максим, 6 очков. Одинаково нападали по 7 раз. Лучшим игроком в нападении у Белогорьев был Сиденко Егор. Ну и на приеме Кухно отличился Никита у нефтяника. Хороший прием, 60% и 60% отличного приема. Так же Максименко Максим с хорошим результатом, 50% приема. Хуже прием у Белогорьев всего по 30-33%. В общем 41% приема хорошего у нефтяника и 30% у Белогорьев. Соответственно, нефтяник подал 3 эйса, а в Белогорье только один. Это и привело, в общем-то, к победе в первой партии нефтяника. И продолжаем смотреть вторую партию. Отличный блок Ананьо Андрея. Совместно с Морозом организовали они этот блок. Плотный, надежный. И активный. Хорошая подача Осипова. Очередной эйс. От команды нефтяник организовал Осипов. Константин. Сейчас главное не терять подачу, держать. В первой партии очень много было ошибок. Молодые игроки много ошибаются. Вчера очень много ошибок с Белогорьев. Первый день здорово сыграли. Не ровно, конечно, от партии к партии. Не хватает концентрации. Может быть, сил молодые еще. Сиденко на подаче. Ну вот организовали тоже блок. Через Самойленко пытался Мороз пробиться. Не пустили его туда. Ну тоже, ребята, немаленький Абрамовичев силу. 2-0-5. Вместе с Самойленко, конечно, это большая угроза. На блоке. Хороший прием. Максименко и Курин забивают все-таки. Забивают мяч, падают на площадку. Самойленко подпадривает своих молодых партнеров. Поддерживает их. Я думаю, им очень приятно с ним играть на площадке. Курин, Максим. 4-3. Сегодня не летит у него подача. Да нет, в первую партию он хорошо подавал. Две не подачи-то было? Две потери, ну и два эйса было. Да, это правда. Нет, эйс был один. 7 раз подавал, 2 раза ошибся. Максименко принимает здорово, прям на голову. И, естественно, Осипов дает хорошую передачу. И она не взабивает мяч. Несмотря что противостоял ему Самойленко. Александр. 5-4. Пока разрыва нет, пачка. Притыкнут команды. Она не в сетку и счет 5-5. Принимает Никита. И Мороз через руки Тетюхина забивает. Сам же Павел Мороз идет на подачу. Хорошая подача, но опять не перенесли. Блокирующий не успели перенести. Быстро забивают мяч. Червяков Сергей. Абрамычев ошибается. Абрамычев. Абрамычев, да. Попадает в сетку. Невразумительная была подача, и не силовая. Да и так, наверное, скорее всего, улетела бы ВАЛ. Поле показывает Судья. И еще один С. Теперь от Никиты Кухно. Это второй С в этой игре его. В предыдущей партии был С. А здесь закрывают Павла Тетюхина, Максим Бурин и Кранин. 9-6. Не дают ему пройти. Перерыв берет. Немножко вырос разрыв до трех очков. Косарев, Александр. Вот здесь Белогорье использует возможность играть молодых игроков. Они весь чемпионат играют молодым составом. Единственное, что у них пасующий был другой, Колодинский. Они приезжали сюда, и нефтяник дважды обыграл в Белгороде и здесь их. Будем надеяться, что и в этот раз нефтяник не подвезет своих болельщиков. Хотя Белогорцы против этого. Не стал рисковать Никита, да и правильно, наверное, сделал. Скидка Павла Тетюхина. Во-первых, больше похоже даже на пронос было со стороны Тетюхина. По крайней мере, с моего места, как бы, вот сейчас на повторе, покажут, как бы, подзадержал он мяч даже в руке. Вот, да. Даже можно было бы и свистнуть. Да и такалось. Ну, так как он попал в аут, и так, да, он судья не стал. Хорошая подача от Пурина. Выбитый мяч. Тетюхин аккуратно играет, подбирает Никита Кухно. А скидку Пурина не поднимает. Да, Лидер и не смог обработать. Хорошо, нефтяник сыграл. И берут просмотр. А какую они ошибку хотят увидеть? А, заступ при подаче. Ну, обидно будет, если столько играли-играли, и тут углядели заступ. Я думаю, что все-таки не было его, судьи стоят на линии. Ну, всякое может быть. Маленький какой-то. Ну, тут сбить темп наступательный. Пять очков, отрыв. Нет, не удовлетворен, скорее всего. Ну, видно, что далеко все это. Ну, Косарев, наверное, брал, чтобы сбить темп. Перерыв не захотел тратить второй, пригодится еще. Вместо молодого игрока Павла Тетюхина. Он все-таки еще молодой. Хотя и является, по сути дела, лидером команды Белогория. Выходит на площадку. Леонтьев Дмитрий, мастер спорта, 89-й год. Опытный игрок. Непонятно действия Кранина были здесь. Ну, вот, доигрались до ошибок. Непонятно. Два касания. Непонятно. Два касания свистнули. Нет, я говорю не про два касания. Непонятные действия со стороны Кранина. И не бил переходящий, и что-то там. Ну, да, такой мяч. Какой-то создал суматоху. Не бьешь, так надо разыгрывать. Ну, да. Хотя тоже вроде не молодой игрок, а что-то. Молодой как раз. Молодой? 22 года. Это один из игроков, который является молодым у нефтяника. Поднимает от после его удара. И здесь. Вот здесь, где-то пухнуло. Кранина вызвал на себя блок, и на чистой сетке. 12-7. Улетел мяч. Хорошая подача. Вот говорит Никита Кухно Кириллу. На мяч улетел вал. Прием от Никиты, и Мороз на одном блоке не забивает. Сетка помешала. Подымает Максименко мяч. Передача в 4. И Пурин. Ну, не смог он. Не прошел. Сиденко Егора. Перекрыл тот ход ему. Можно было в линию развернуть. Наверное. Но это уже только Пурин знает, можно было и развернуть или нельзя. Прием от Пурина не очень. И по блоку, аккуратно, по рукам. И самое главное, точно по кончикам пальцев обратно, что Пурина забивает мяч. А на подаче Константин Осипов, связующий команды Нефтяник, последнюю подачу он допустил ошибку. Вот еще очередная ошибка. Что-то в первой партии много терял Нефтяник, и во второй уже три подачи потеряли. Хорошая какая подача, выбитый прием. И не смог Пурин перебросить мяч. Теряет преимущество Нефтяник. Три мяча, разрыв. Сам Пурин выходит на подачу. Вот здесь обманывает два блока, первый темп. Самоленко. Аккуратно в пустое место скидывает. Не смогли достать игроки Нефтяника, не дернулись даже. Возвращается Тетюки на площадку. Очередная ошибка Белогорья на подаче. Кранен блокирует Самоленко на первом темпе. Там двойной блок был. Некуда было деваться. Устал, видно, Самоленко. Тяжело посмотрел. Играет в защите Нефтяник. И Павел Мороз. И Павел Мороз. От души забивает мяч. На двойном блоке. 17-12. Ну как же так? Ну как же так? Так нельзя. Так нельзя. Понадеялись друг на друга. Не разобрались. Пулин подумал, что Кранен сыграет. Ну Кранен. Кранен игрок первого темпа. Он должен готовиться к атаке. А тем более он стоит пока разворачивался. Стоял спиной. Это закон волейбола. Кто стоит лицом. Ну он подпрыгнул, но руки не поднял. И результат. Тем не менее, он игрок первой линии. Ему надо нападать, готовиться. И ваут от Кранена. Моё мнение, тут полностью вина Максима Пурина. Сразу разрыв сократился до трёх мячей. Казалось бы, одна ошибочка непонятная. Хороший, очень замечательный. Просто первый темп в исполнении Кирилла Кранина и Осипова. Почаще. Что Павел Мороз подал. Ну что-то сгладил я. Не буду говорить. Имеются проблемы у Павла с подачей. Очень сильно атакует Пурин. Максим попадает в Абрамычево. Мяч улетает в вал. Ну здесь Осипов увидел, что Самойленко начал сдвигаться. Хотя Самойленко успел вернуться. Под атаку Пурин. Но организовать двойной организованный блок, вернее, уже не смогли. По запросу команды Белогольев состоится судейская процедура Да, судья определили, что мяч попал все-таки в поле. Первый судья решил. Боковой показал в поле, поэтому Косырев не не разошлись и Косырев решил взять просмотр. Близкая ситуация. Поле аут. Техника поможет рассмотреть сейчас в замедленном режиме. Ну вот, определились судьи. И сейчас узнаем решение. Мяч. Да, мяч попал в поле. Ну, вернее, в линию. Чуть-чуть, в линию. Гаснулся в линию. Гаснулся в линию, все. Это считается полем. Линия это... Так вот, человеческий класс не всегда может определить, был или не был. Тут действительно прямо на тоненького. Пурием в пятую зону. Скидка достает Мороз. Но, к сожалению, не смогли все равно вытащить. Что-то сложно даже прокомментировать. Ошибки такие, простые, что, наверное, действительно сказывается усталость. Все готовятся нападать, но все оттягиваются для нападения. Получается, что в защите играть некому. Поэтому скидывают двумя руками и проходят. А вот от Павла Цитюхина. 21.16 плюс 5. Нефтяник ведет во второй партии. И вот видим, как Владимир Викулов просит Кранины сильно не рисковать. Хорошая подача. Игра в защите. Здесь надо организовать атаку. И Пурин по линии забивает. Сделал правильный вывод. В прошлый раз пошел ход, его закрыли. А у нас вместо Кузнецова появился Ильяных Дмитрий на площадке в команде Белогория. И он выигрывает аккуратно. Хотя вот на повторе заступ был у Ильяных. Но уже после игрового момента. Не обратили судьи на это внимание. Так же, как тренер нефтяник Викулов. Обычно он внимательно следит за такими моментами. По блоку бьет Мороз. Прорывается. На площадке еще появился один ветеран команды, Сафонов. Александр. Мастер спорта международного класса. Заступ у Никиты. Но он выходил на подачу. Хорошая сейчас будет подача. Максименко выбивает мяч вверх. И Пурин перекидывает на сторону Белогория. Хорошая защита игра Осипова. Отыгрывается Павел Мороз от блока. И уже Никита забивает до пола. Никита Кухно. Грамотно сыграл очень Павел Мороз. Не стал сильно атаковать. Сделал так, чтобы мяч подбили. Били ладонью, да, не прибыли в себя. Предсказуемый был отскок от блока мяча. И разыграв, забили нефтяниты. 24-18. Выбитый мяч после подачи Пурина. Ну, здесь атаки не бой. Перебрасывает. Здесь надо организовывать атаку, конечно, нефтянику. Укороченная передача в двойке Морозу. Метр за головой. И блок не успевает под него сместиться. Он забивает по ходу. И со счетом 25-18 побеждает команда Нефтяник. И ведет вот с общим счетом 2-0. У нас в предыдущей игре такая ситуация была. Газпром Югра повела 2-0. Но и расслабилась. Да, уступила в итоге. В итоге уступила 2-3. Поэтому нельзя расслабляться. То же самое было вчера на суперфинале между «Локомотивом» и «Динамо». Среди женщин. И калининградские девушки выиграли. Стали чемпионами России. Хотя первые 2 партии однозначно выиграла «Динамо» Москва. Да, в третьей партии нельзя самоуспокаиваться. Надо доигрывать до конца. Но нам пока показывают наиболее яркие игровые моменты. Второй партии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Продолжение следует... 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 В атаке у них практически все нападали, но у всех, в общем-то, не совсем результативны. Приблизительно 33-33% тех, кто нападал, никого выделить нельзя, здесь ошибка блокирующих, и в результате «нефтяник» выиграл вторую партию. Проваливается мяч. Константин Росипов на подаче. Дулагорик по-прежнему на площадке молодые игроки. Ирины Дмитриев ушел за пас. Скидка от Кузнецова через блок проходит. Третья партия пока идет под диктовку Белогорья. 3-1 выигрывает. И здесь хороший блок. Она не в Андрея. После удара Кузнецова мяч опускается вертикально вниз. Классическое исполнение. Как должно было быть всегда, наверное. Такие практически мячи не страхуются. Подача от Пурина в аут. 4-2. В пользу Белогорья. И подает Сиденко Егор. Который обладает хорошей подачей. Ну, в данном случае тоже попадает в сетку. Ну, вот Ефтянику надо организовать атаку здесь. Ну, что уж такое. Ну, удачная передача за антенну. И Пурина не смог его выпущить уже. Свои ошибки, свои ошибки. Одни свои ошибки. Никто не может похвастаться. Кузнецов Ивановна подача. 5-3. Здорово подает. Но и принимает здорово университетник. А Мороз отыгрывает мяч от двойного блока. 4-5. А вдруг Тетюхин и мяч улетает в аут. Павел Мороз. 4-5. Рискнул и мяч прилетел в сетку. Самойленко Александр. Алексей. Извините, пожалуйста. Самойленко Алексей. Хороший пайп. В исполнении команды Нефтяник. Не смогли блоком закрыть его. 5-6. На подачу кухни Никита. Не рискует. Накатывает мяч. И Тетюхин через один блок, через Осипова отыгрывается. Апрамычев подает. Стабильная у него подача. Может быть не такая сильная, как у Суденко. Павел Мороз красивую по линии увидел. Открытую линию. Ни одна из команд не может набрать очки. Оторваться. Пока равновесие. Поднимает Осипов сложный мяч. И Павел Мороз атакует. Но лаут. Ошибается, да. Мимо блока, мимо поля. Не очень удобный был. Мяч. Не стал брать просмотр Викулов. И подача Тюхина в трос вверх. Положение сейчас не критичное. 7-8. Забивает Белогорьев первым темпом. Шеревяков Сергей по первой зоне. Подача в пятую зону. Ананев перекидывает мяч. Что-то даже прокомментировать сложную игру в защите нефтяника. Не помогают друг другу. Но никто не помогает друг другу. Я думаю, усталость все-таки уже накопилась. Третий игровой день уже. Все действия так тяжело. Как будто гири на ногах у игроков. Такое ощущение складывается. И к техническим ошибкам добавляется еще. Тревожный звонок. 11-7. Белогорьев ведет. Первый перерыв. Викулова. Владимира. Команда «Нефтяник». При счете 7-11. Нужно возвращаться в игру. Нужно возвращаться в игру. Играть нужно. Может быть, Владимиру Викулу попробовать заменить игроков. Если явно уже устали. Но это ему решать. Ему смотреть. Червяков подает. Хорошее нападение Павла Мороза. С быстрой передачи в четверке. Ну, разрыв три мяча. Хороший прием. Тетюхин. И сам же он забивает пайп. Еще вот теперь кейс. Асиденко и Егора разыграли класс молодежь. Играя с настроением. Вот уже пять мячей. Разрыв в сторону. В пользу Белогорье. Третья партия, о чем мы говорили. Что очень опасная для «Нефтяника». Вторая подача. Тоже очень сильный. Тоже эйс. Перерыв берет Владимир Викулов. Второй перерыв. Это уже под подачу Сиденко. Егора. Он и первые два дня подавал лучше всех в Белогорье. И сейчас отличился. Подряд два эйса. Тут еще небольшую травму получил Никита Кухно в столкновении. Со счетом. Но мужественный парень. Выходит на площадку. 14-8. В пользу Белогорье. Продолжает подавать Сиденко и Егор. Еще одна подача. Принимает выбитый мяч Максименко. И свисток. Ошибка. Очень строго сегодня относятся судьи в передаче сверху. Как и в первой игре. Девтяник поплыл. Как и в первой игре, так и во второй. Ждут, когда ошибется Сиденко. Он не ошибается. Нежный ком ошибок. И еще одна подача в вал. Есть ошибка от Белогорье. Ну, при таком счете можно ошибаться. Шесть очков. Середина партии перевалила. Шесть мячей. Разрыв. Нужно играть. И разрыв уйдет. Хороший прием Тетюхина. От блока в аут. От Рук Мороза мяч отлетает на сторону Белогорин. Но в аут. Это атаковал Кузнецов. Сам идет на подачу. Есть доводка. Есть хорошая атака в исполнении Курина. Пайп. 10-16. Павел Мороз. Не сильно подает. Доводка хорошая. И скидкой Павел Тетюхин выигрывает. Ну, на одном блоке, на связующем. Сам Олимк Алексей выходит на подачу. Хороший планер, но и хороший прием. И Мороз отыгрывает. Не успевает. Второй блок присоединиться. И в разрез проходит. Шесть мячей тяжело догнать. Концовка партии. Есть подача. Нужен блок. Блок есть, но от блока в аут. К сожалению, мяч влетает. Атур Курсикова. После аккуратного удара Павла Тетюхина мяч влетает в аут. Абрамычев подает. Пурин по рукам. Мяч взлетает вверх. И Осипов забивает его в площадку Белогория. Но нет брековых мячей. Вот выбитый немножко прием. Подподымает нефтяник мяч. И, к сожалению, Самоленко. Аккуратная подача Павла Тетюхина. Не получается пайп. И перекат за блок достигает цели. Вот здесь какой-то разлад. Такой у меня такой ощущение, что разлад полный. 20 уже в 12. На... В пользу Белогория. Вообще перестали. Ну, здесь каждая команда умеет играть. И будет играть. Перестали играть в защите. И со всего маха Павел посылает мяч в щиты. Неплохо играет Матарыгин на приеме. И здорово Кузнецов отыгрывает с адблоком. Казалось бы, как через Павла Мороза можно пройти. Но вот как-то проходит через него. То ли руки он не так ставит, не переносит площадку. Много очень блок-аут. Блок-аут от него отлета есть. Как от крайнего. Не должно так. На подачу выходит Сафунов. Александр. Вместо Чернякова Сергея подает сильный мяч. Выбитый принимается. И в атаке Павел Мороз. Через двойной блок забивает. Обводит просто-напросто его. Облокирующий очень сильный. Это Сиденко Егор и Самоленко Алексей. И обратная замена. Сафунов выходил только для подачи. Вернулся Черняков Сергея и уступил место лидера. Хороший прием. Наладили прием белогорцы. И атака сразу. Самоленко, да. Классический взлет. Партия, я думаю, нефтяник уже потерял. 22-14. Здорово, Сиденко Егор еще раз подает. Никита пытается отыграть мяч. Не получилось, перебрасывает. И здесь чуть-чуть не получилось закрыть Никиту. Перебрасывал мяч. Не успевал. Не успевал. Никита засел между рук. И сетка ему. Как говорят, подмышки. Она не фонари на подаче. Надо все равно продолжать играть. Концовку. Достает нефтяник. И кладет четко по линии. Тройной блок. Как ставит блок. Просмотр берет. Берет Викулов. Дезорганизация какая-то нефтяника. Непонятная. У кого касание сетки там могло быть. Посмотрит. Надо, наверное, сделать перерыв, чтобы сказать что-то. Здесь больше похоже было на двойное касание. Мяч был прижат к сетке, по-моему. Блокирующим. И потом еще раз. Прешение принято. Вот мяч прижимается. И второй раз играет сама. Это два касания. Ну, судя посчитали по-другому. Продолжаем играть. Есть хорошая подача от Кузнецова. И ничего не оставаться было. Морозов бил тихо, но... Не получилось пробить в тройной блок. Двойная замена. Двойная замена. Что это даст... Какой эффект это даст в концовке. Тогда мяч на игру. Передохнуть игрокам. Перед следующей партией. Выбить водички. Вот. И держать в тонусе игроков. Которые находились на скамейке запасных. Подача Егорова. Еще одна замена. Вместо Никиты Кухнову. Высин Панов Сергей. На площадку. Тетюхин принимает. Скидка. От Абрамовича. И партия заканчивает. Со счетом 25-16. Третью партию выигрывает Белогорье. И общий счет становится 2-1. Здесь нефтянику надо. Тренеру нефтяника делать какие-то выводы. Победа уходит. Белогорье воспряло духом. А нефтяник... Звучит свисток. Команда приглашается на площадку. Четвертая партия. Ну и статистика показывает, что очень сильно снизили прием игроки команды нефтяник. Ну я говорю как раз про это. Особенно Максименко-Максим. Всего лишь 17% из 6 приемов. Получается. И в нападении, в общем-то, тоже ослабилось. Соответственно, 44 всего процента у нефтяников. Лучшим является Павел Мороз. 5 очков. Это не так много. А у Белогория повысилось. 77% прием и 65% нападения. Лучшими Тетюхин и Кузнецов Иван. Ну сразу ошибка крайняя. Началась партия. Плюс 2 эйса организовали Белогорье. У нефтяника 0 эйсов в третьей партии. Ну и отсюда победа в Белогорье. Вывод. Надо играть. Играть, не ждать, когда соперник отдаст игру. Сейчас Викулов сделал перестановки в составе. Вышел на площадку Щитилов вместо Никиты Кухну. Но я говорил, что Никита немножко повредил ногу при столкновении со Щитом. Может быть, это повлияло. Павел Мороз закрывал линию и осталась большая дырка. Неорганизованный блок, да, через гору. Не успел дойти, я наняв Андрей до него. Белогорье 2-1. Сиденко подает. И подает здорово. Еще один эйс. Не надо ждать, когда Сиденко ошибется. Дождались. Дождались. 4-2. Белогорье отрывается на 2 очка по своей подаче пока. Аут. Аманев на подаче. 3-4. Хорошая доводка. И Сиденко отыгрывает в двойке. С настроением начали играть игроки Белогорье. Шестая зона. Шестая зона. Все идут в центр. Оставляют шестую зону. Сам Оленко Алексея подает. Справляет еще и дело с приемом. Повторная атака Мороза. И до пола. С настроем все-таки вышли, наверное, нефтяники во второй, в четвертой партии. Хорошая подача. Павел Мороза. Его заслуга в этом мяче тоже большая. И эйс. Ну, это... Повезло. Мяч попал. Повезло, да. Ну, тем не менее, эффект за счет кручения перевалился через сетку и упал под нее. Да, конечно. Эффект достигнут. Сергею Червякову тяжело было достать этот мяч, среагировать. Сейчас Морозу главное не потерять. Тенденция эта... Подал, хорошо подал. Достает мяч. Моисей вытащил, но перекидывает на сторону Белогория и скидку. Подымает, есть возможность забить. Но нет, очень низко, очень низко. Быстрая передача, щадилов. Практически с места пытался. Да он такие быстрые, вообще. Не бьет. Конечно же. Мяч не то, что низко. Удачу и не долетел. Нужно было принимать решение, может быть, отыграться, как в прошлый раз Павел Мороз красиво сыграл. Четко в угол положил Абрамчев. Хотя у него не такая сильная подача, как у Сиденко. Ну, в этот раз очень точно подал. Сидилов не справится. Есть прием от Пурина. И Сидилов забивает. Пропустил мимо блока мяч. И в состную зону. 7-7. Выбитый прием. И аут от Сиденко Егора. И впервые выходит нефтяник в этой партии. Вперед. 8-7. Есть подача от Сидилов. Хорошая подача. И замечательный блок. Гранин. Гранин. Вовремя по месту поставил руки. Вовремя сместился и закрывает Червякова Сергея. 9-7. Ну, вот этого задора как раз и не хватало нефтянику. Еще один выбитый мяч. Хорошая игра в защите Мороза. И вот же атака. Все получилось у Мороза. Игра в защите. И по блоку скидка отыгрывается в аут. Не стал он бить. Потому что мяч был близкий к сетке. Он аккуратный. Сандр Косарев берет перерыв. Увидел, что нефтяник ожил. Поэтому надо сбивать темп. Ну, совершенно очевидно, что нефтяник пока нужен. Нужно повторение предыдущей игры. Указать игрокам на ошибки. Нужно решать сейчас вопросы. Ошибки одни у всех. Недооценка противника. Нефтяник поверил, что уже выиграл. В итоге провалил практически третью партию. Начало четвертый. Давало основание. Предположить схожий результат. Щадилов подает. При счете 10-7. Перерыв закончился. Но Щадилов не подает. Не подает. Назвал я Щадилова Владимиром. По памяти, так как с его отцом встречался на площадке. Ну, нет. Леонид Щадилов. Касание блока. Слышно было. Слышно было треск пальцев. Харос отыгрывает еще один мяч. Мяч. Есть хорошие подачи. Вывитый мяч. Аут. Ошибка. Блок есть. Касания нет. 12-8. Небольшой задел нефтяник. Сделал себе. В очках. Плюс 4. Подача к грани. Отличная подача. Достает мяч нефтяник. Мороз пасует. Ошибки нету. И Путин. Пурин. 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 Но Путин тоже правильная фамилия. Пурин забивает. Мяч посылает его между блоком и сеткой. И счет увеличивается. Пять мячей разрыв уже. И замечательный блок. Просто великолепное воспоминение Пурина. Возвращает Сиденко мяч. Вот правильный перенос рук на площадке. Великолепно сыграл Пурин Максим. Второй перерыв берет Хосарев Александр. При счете 8.14. Разрыв стал очень большим уже. 6 очков. Но если нефтяник хочет выиграть, то не надо давать разыгрываться Белогоре. Нужно продолжать давить. Видим тревожный взгляд Виколова и Владимира. Ну здесь держать, держать, держать. Счет надо держать. Хорошая подача опять. Здесь блок не сомкнулся и выиграет Кузнецов Иван. Ссылай мяч между двух блоков. Ну тут конечно обидно. Захотел ускорить Сосипов игру и прямо на Самоленко. Закрыл перевод Самоленко. Скидка отвечает Константин Осипов на скидку Абрамычева. Показывает передачу и сбрасывает мяч. 15-10 плюс 5. Ну держать такой разрыв, тогда есть шансы взять эту партию. Хорошие подачи, но и прием хороший. Ну ты прочее, я и говорил, что от Мороза частенько, не частенько, очень часто, когда он крайним ставит, улетает блок-аут. То есть у него перенос рук не происходит в направлении площадки. Соответственно мяч отлетает в аут. Хороший прием, сильные подачи Максима. Страхует Мороза. А теперь хорошо играет Глагорье в защите. Передача Щедилова. И Пурин аккуратно перебрасывает. А здесь... Здесь ошибается Сиденко, да. Пытался попасть по рукам. Дает кикса, как говорят в пильярде. Понятно, что он не бил в поле, а бил по рукам. Но не попал. Не стали брать даже просмотр. Нападача Пурин, Максим. Очередная ошибка. Еще, а вот теперь в исполнении Кузнецова, Ивана. Нет, Тетюхин нападал. Да нет, Тетюхин назад, линия Кузнецова. А, нет, прошу прощения. Да, действительно. Уходил от блока. Перекрыли мне, перекрыли мне. Уходил от блока и... Пурин решил усилить подачу и, к сожалению, в сетку. 12.17. Подает Белогорье. Кузнецов Иван. 99-й год. 2.02. Дыбровщик Белогорье. Хорошей подачей обладает, но не совсем стабильной. Вот это небольшое доказательство моих слов. Для Белогорье, к счастью, для нефтяника допускает ашизму. 18-12. Косырь Александр дает отдохнуть. Кузнецов выпускает Леонтьева на заднюю линию, которая наверняка лучше играет сзади. Выбитый прием. И... Ну, здесь вообще... Никто не перебросил третий мяч. Потарыгин принял. Оба. Несогласованность игроков, конечно, большая. Ну, ситуация... Аналогичная ситуация была у нефтяника в предыдущей партии. Тоже полное непонимание между игроками на площадке. Тоже допускают сейчас игроки Белогорье. Еще один прием на сторону нефтяника. И Щадилов посылает мяч в аут. Леонид. Простой мяч не довел до связующего. И сам же не забил. Вон как не довел. Простейшие мячи. Ну, такие ошибки. Игрокам такого уровня нельзя допускать. Аккуратно перебрасывает Леонид через блок. А здесь Мороз. Ну, наконец-то, наконец-то Павел Мороз поставил руки так, как они должны стоять на блоке. Вот туда мяч и отлетел, куда и должен был отлететь. Вот. Вот туда он и отлетел. Павел Мороз выходит на подачу. 20-13. 7 очков разница. Хороший задел. Я думаю, не повторится сценарий первой матча. Хотя все может быть. Отыгрывает Червяков Сергей мяч. Попадает практически по линии. Не увидели мы этого мяча в площадке. Камера не успевает за мячом. Абрамычев приносит очко. Все на руку нефтянику. Нефтянику подает в сетку. Щедилов на подаче. Хорошая подача. Почти закрыли. Но мяч опускается рядом с линией на стороне Белогория. Блок. Аут. Отличная атака. Пурина Максима. В четверке. С быстрой передачей. Не успевает блокирующий сместиться под него полностью. И закрыть. И в разрез между блоков забирали. И здесь откранено. Здесь откранено. Чудеса на стороне нефтяника. Я думаю, что тяжело будет. Второй мяч в этой партии переваливается. Уже с настроением играет нефтяник. Вы не собираетесь уступать Белгорию. И еще раз. Ну, может быть, это у него стиль такой. А здесь сыграл Щедилов в защите. Перебрасывает на сторону Белогория. Но здесь уже, конечно, Сиденко молодец. Играет по блоку Максиму Гурину. И мяч выходит в валок. Хороший розыгрыш мяча. 16.23. На площадку выходит Сафонов. Вместо Червякова на подачу. Стандартная замена. Сильно подает. Да. Но сетка преграждает путничок. Не получилось. Выстроить. 24.16. Если чуда не произойдет, можно констатировать победу в этой партии нефтяника. Сетка немножко упростила, конечно, подачу Осипова. Нацелен он был на очень сильную подачу. Этим воспользовались игроки Белогория. И отыграли Бионтьев. Забил мяч Дмитрий. Перерыв берет Владимир Врекулов. Сбивает темп. Ну, не надо тянуть. Нужно спокойно успокоиться, разобраться и определить план действия, чтобы сразу же отыграть подачу и выиграть очко заключительное. А мы с вами посмотрим, кто будет завершать этот матч. Если, конечно, получится в этом розыгрыше завершить. 17.24. Нет пока, нету атаки. Еще раз повторно, в 4 Морозу. И он завивает. Павел Мороз ставит завершающую точку. Здорово сыграл в этой партии Павел Мороз. И в этой игре. И в игре, и особенно в этой партии. По-моему, он ни разу не ошибся. Все забил. Но нет. Какой-то будет просмотр, я думаю. Заступы Мороза будут просмотреть. Мороз-то на передней линии шедил, а на задней. Хорошо. Подождем, посмотрим. При таком счете, мне кажется, это немножко не вижу я смысла в затягивании. Бороться надо до конца. Белогория борется до конца. Используя все свои возможности и моменты. Нефтяник в ожидании. Просто очень красиво забил, конечно, Павел Мороз. Высокий мяч, по двойному блоку, да. По итогам процедуры ведет. Заступ. Это... Заступ Щедилова. Это не Мороза. Потому что Мороз находится на первой линии. На первой линии, да. Наши придется еще поиграть. 18-24. И все. Закончил эту партию Сиденко Егор. Подав в сетку. И так же закончил эту игру. 25-18. 3-1 в пользу. Нефтяник Оренбург. Он поднимается на третью строчку. В четверке. Набирая 7 очков. Так же, как и Газпром Югра. Ну что ж, за этим уважаемые телезрители... Субтитры создавал DimaTorzok